Добрый вечер в Украине 20.00. Вы переподробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Левышева. Опасное движение. Как удалось избежать терактов в Харькове и кто организатор? Одесский стрелок, после чего житель Одесской области открыл огонь по полицейским. Замерзший из-за резкого похолодания в Карпатах пришлось эвакуировать туристов. Синдром первой леди. На кого и почему наплевать Мелане Трампу? СБУ предотвратила теракт в Харькове. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, женщину задержали во время закладки взрывчатки. Действовала она по заказу российских спецслужб. Пыталась взорвать памятник воинам УПА. По данным СБУ планировался целый ряд терактов в Харьковской области. Исполнителями должны были стать участники так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления». Они специализировались на подрывах и распространении антиукраинских материалов. Где-то в 2015 году познакомилась в соцсетях с котом Фартовым, который предлагал подбрасывать сына его в мечети. В этом году прислал в виде прайса на провокации против националистических группировок в Украине. Там подрывы машины, уничтожение. Я решил уничтожить памятник УМУПА. Стрельбу по полицейским открыл 35-летний житель Одесской области. Он забаррикадировался в своем доме после визита правоохранителя. У мужчины было оружие. От переговоров с полицией он отказался. И вместо этого бросил в силовиков шумовую гранату и открыл по ним огонь. Один полицейский получил ранение. Жители соседних домов эвакуировали. Нарушителя задержали. Известно, что он состоит на наркоучете. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Працовник полиции отримал огнепальное поранение левого передплеча и тулубу. За данным фактом распечатано криминальное проведение за ст. 348 Криминального кодекса Украины. Среди цивильного населения никто не постраждал. В Черкасах разгорается скандал вокруг экс-депутата местного облсовета. Любовь Савченко на роскошной иномарке буквально снесла с трассы велосипедистов. От сильнейшего удара 28-летний парень скончался на месте, а его девушку госпитализировали с травмами. По словам активистов, виновница этого ДТП пытается откупиться от родных погибшего, но те требуют справедливого суда. Все подробности выяснили мои коллеги. Черное платье стало повседневным для Лесси. Накануне она похоронила родного брата. Под Черкасами 28-летнего Алексея Гончара насмерть сбила машина. Он работал учителем физкультуры в школе, любил спорт, ездил на велосипеде. В этот злополучный день Лешу и его девушку с обочины дороги снесла иномарка, которой управляла экс-депутат Черкасского облсовета и собственница смелянской мебельной фабрики Любовь Савченко. Они пытались выйти на контакт непосредственно в день происшествия. Сразу же приехал их представитель, предлагал на месте, давайте мы вам заплатим и забудем это, и будем жить дальше. Как будто ничего не произошло. Вот кадры любительского видео ДТП. На обочине дороги стоит та самая иномарка и накрытая простыней тело велосипедиста. Это отрезок трассы Черкасы смело. После длительного ремонта ее открыли буквально в прошлом году. Дорожники положили новое покрытие и нанесли даже разметку. После этого водители себе здесь скорости не отказывают. Парень ехал за своей девушкой по обочине трассы. От мощнейшего удара его тело отлетело почти на 20 метров вперед, рассказывает Аня. Ее саму выбросило в кювет. Когда опомнилась, Леша был уже мертв. Отсюда мы начинаем, туда вот в гору она протянула его, меня. Аня вспоминает, как просила водителя вызвать скорую, но Любовь Савченко тут же стала звонить адвокатам. Как она днем не смогла объехать пару велосипедистов, да еще и на хорошей трассе, экс-депутат по телефону отказалась объяснять. По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство. Анна проходит в нем только как свидетель. В прокуратуре говорят, потерпевшей или участником девушку могут признать только по ее заявлению. Несмотря на высокий статус и связи водителя, следователи обещают быть беспристрастными. На сегодняшний день подозра, что не оголошено, выполняются призначенные и в криминальном управлении ухвалами Приднепровского районного суду экспертизы, по завершению которых будет принято решение, соответственно, что наявление о знаке следа до принятого права решения. Машины уже без номеров. И изувеченные велосипеды полиция арестовала. Они находятся на штрафплощадке. Снимать их следователи запрещают. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на трассе Киев-Черкасса, неподалеку от села Девички. На фото, которое опубликовали очевидцы, видно, как один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной. По предварительной информации, погибших нет. Один человек находится в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу. Причины этой аварии сейчас устанавливают. В Ривне на железнодорожной станции загорелся поезд. Огонь вспыхнул в одном из вагонов с древесиной. Рядом находилась цистерна с топливом. Чтобы избежать взрыва, спасатели отцепили ее с помощью пожарного поезда. И, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Четверо военных ранены в ходе боевых действий. Сегодня боевики обстреливают украинские позиции в районе Новотошковского, а в районе Лебединского, Водяновой и Толоковки противник выпустил 52 снаряда 122-го калибра. Под Горловкой также не прекращаются стрелковые бои. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Ситуация под Горловкой и Донецком остается напряженной. Противник зачастую использует технологические хитрости. Они с этих бойничек очень любят нас, вам так говорить, покошмарить. И иногда бывает оттуда, что наши копы летят в оге. Ну, сегодня так они нас сегодня понаглели чуть-чуть. Хотели нам сегодня сделать каку, да, вот такую вот нехорошую. Мы сегодня их так немножко постреляли в них. Понимаем, потому что жизнь она одна. А чтобы больше как бы корости принести своей стране правильно и быть более полезным, поэтому приходится отбиваться. После плотного огня боевики используют пехотные группы на разных участках обороны Авдеевки. Они начинают выпускать провокацию, потом поднимаем тепловизор и смотрим, три тела такие на нас идут. Мы чуть-чуть подождали, подпустили их поближе, ударили. Они развернулись и сразу убежали в обратное направление. То есть они пытаются лес обойти как бы с разных сторон, чтобы понимать, как именно до нас добраться, нас взять, к нам зайти. Но опять-таки это безуспешно, потому что мы тоже не спим. Враг все чаще стал применять новые уловки. В частности, пытаются ослепить наших бойцов. По словам военных, двое уже пострадали. В то же время под Горловкой продолжаются стрелковые бои. С вечера по позициям ВСУ стреляют из гранатометов. Ну и приходится их трошки за стрелковой сборой отлякать, чтобы не лезли дальше. Постально нужно не высовывать, потому что тут снайперы часто работают. Особенно вот бывает, как раз в ранг, где-то РПГ просто прилетело. Вместе с тем бойцы отмечают, давление противника на Горловском направлении несколько уменьшилось после ответных операций. Они просто нас разносили в артиллерии. И чтобы они перестали по нам стрелять, применили БМТ, надо было два-три раза. С этих позиций не единожды украинские войска пробовали выбить тяжелой артиллерии. Попытки закончились ничем. Наши держатся стойко. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. Новая эра в истории британской армии. Военные делают ставку на технологии будущего. Что уже тестируют, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Новый шеф британской армии только в начале месяца приступил к выполнению своих обязанностей. Но уже разработал стратегию модернизации войск. У генерала Марка Карлтона Смита богатый послужной список. Он возглавлял силы специального назначения и был директором по стратегии Минобороны. Генерал уверен, армию необходимо менять и ставку нужно делать на технологии. Это касается не только войны в киберпространстве, но и на поле битвы. Уже в ноябре Генштаб проведет самые масштабные учения с применением беспилотников и роботов. Это будут прототипы дронов, самоуправляемых грузовых автомобилей и кораблей нового поколения. Учения под названием «Автономный войн» продлятся 4 недели. В них примут участие бронетанковая пехота, морские пехотинцы, Королевские воздушные силы, а также армия США. Меня интересуют новые возможности. Автономная техника, робототехника и искусственный интеллект. А также достижения в расширении зоны поражения, точности и скрытности наших платформ, наших боеприпасов и наших датчиков. Мы не можем позволить себе отставать от противников в нынешнем мире, когда конкуренция растет, а темпы перемен ускоряются. О необходимости изменений в системе обороны говорят и в парламенте. Комитет Палаты общин выпустил доклад, в котором настаивает на увеличении расходов на армию. Сейчас Британия тратит 2% от ВВП на оборону, как и требует в НАТО. Но по оценке депутатов, армия находится в стесненных условиях. Не хватает танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок. Нужны новые многоуровневые системы противовоздушной и противолодочной обороны. И хотя сейчас британский военный бюджет по объему самый значительный в Европе. Этого недостаточно, считают депутаты. Особенно в свете постоянных военных угроз, терроризма, экстремизма и кибератак. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Чиновник с человеческим лицом. Как реформировать госслужбу так, чтобы вернуть доверие людей к власти? Владимир Гройсман встретился с участниками проекта «Державотворить». Премьер призвал молодых специалистов идти во власть и менять систему. И отметил, что единственный маркер эффективности работы госаппарата – это возможность смело смотреть людям в глаза. «Наше завдание с вами – сменить. Сменить, возможно, систему. Но очень важно – сменить условия работы в этой системе. И я считаю, что ключевым значением имеет то, чтобы открыть возможности приходу новой генерации, новых людей. Варианты два. Первый – прийти в власть, прийти в политику и сменивать страну. Или опустить руки и сменить страну как место проживания. В Карпатах из-за резкого похолодания в Высокогорье выпал дождь со снегом. В некоторых местах высота снежного покрова достигла нескольких сантиметров. Из-за ухудшения погоды возле горы Близнец и Раховского района застряла туристическая группа. 27 детей, 8 взрослых самостоятельно спуститься вниз они не смогли. И на помощь вызвали спасателей. Обошлось без пострадавших. На помощь было направлено две группы. Раховского и посухого-рятувального группы в складе 8-ми рятуванников и 3-х одних техники. Детей и взрослых было найдено. Медичной помощи они не потребовали, оскільки обморожень и переохолодень не узнали. Нестандартная погода испортила отдых и пляжникам. Коммунальщики столицы просят киевлян воздержаться от купания на каком-либо из пляжей города. И все из-за резкого похолодания. Но не погода единая. Ситуация и до этого была нерадужная. Почему, расскажет наша любовь кукла. Шановные отдыхающие, пляжный патруль нагадует. Заплывать за бойки категорично заборонено. Отдохнуть, не выезжая из города. Водичка чудовая, я только что плавала очень долго, может, пів годины. Мы уже сколько-то роков сюда ходим. Купальный сезон в самом разгаре. Правда, был, пока резко не похолодало. На киевских пляжах даже избалованные солнцем испанцы отдыхали. Очень хорошо, я очень счастлива. Но если для них Днепр в новинку, то для местных бюджетной альтернативы нет. От жары люди спасаются в зеленой воде. Ездить за кордон дорого. Але там чомусь вода набагато чистейше. Но сейчас кругом экология нарушена до такой меры, что сейчас лучше все купаться дома в ванной. Да, в ванной, как вариант. Там хоть и с хлоркой, зато без точных вод из местных ресторанов. А тут спускают воду из этого, из той гостиницы. Иногда приходишь, вот такие шапки. Вот такие шапки, гадость, порошки, всякое все. Все, что сто лет сюда. Это же просто уши. А вы боитесь купаться? Боимся. Ну а куда нам деваться? Тем не менее, коммунальщики уверяют, вода чистая. Проверяли. Мы проводим щетижневый мониторинг поверхновых вод. И за результатами анализов, которые мы отримали, мы выставляем пропорции соответствующего кольора, чтобы информировать граждан, чи можно купаться, чи нужно отримать святкувание. Зеленый плыви, красный стой. Все, как на дороге для водителей и пешеходов. Так коммунальщики дают знать, чистая ли вода в водоеме. Но вот парадокс. Отдыхающие на это, к сожалению, внимания не обращают. Купаться не боитесь? Нет, мы никогда ничего не боялись. А если бы был красный плыв? Вы знаете, вообще разница между зеленым, красным, желтым? Ну, разные цвета. Все? Ну, достаточно. А вот и недостаточно. Ведь из-за такой непросвещенности водные процедуры могут закончиться плачевно. Это может быть и вирусный гепатит А. Это может быть лептоспироз чаще всего. Это может быть ротовирусная инфекция. Это могут быть другие кишечные инфекции. При купании, при заглатывании воды, особенно если есть мелкие царапины, травмы на руках, возможно инфицирование. Не лазурный берег, правда, но тем не менее здесь чисто. Об этом говорит вот этот зеленый флажок. Даже в будний день здесь аншлаг. Но таких безопасных пляжей в столице с каждым годом все меньше. Объяснение простое. Экология. Экология. А еще человеческий фактор. Каждым годом все гирше и гирше, потому что стан циркуляции воды погибается через водообмену с киевым водосховышем. По-друге, у нас с каждым годом сбільшается температура поветра, что приводит до зарастания водой. Есть случаи забруднения, не санкционированные в рисковой ливневой канализации. То есть воду из туалета в местные рестораны и кафе попросту могут сливать по-тихому. В тот же Днепр. Хотя по закону строить любые здания можно только в полусотне метров от воды. Но по классике украинских реалий у нас не всем закон прессов. Любовь кукла и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. Опасно для жизни. В Николаеве, несмотря на запреты чиновников, жители уже который год купаются в запрещенных водоемах. Альтернативы у них нет. Кто и чем загрязняет воду, разбирались мои коллеги. Берег реки – одно из излюбленных мест отдыха жителей Николаева. А для большинства детей еще и самый доступный отдых на летних каникулах. Ребята резвятся в воде, на перегонки плавают с друзьями. И даже не подозревают, что в местных водоемах купаться не рекомендуют. Но люди к страшилкам экспертных служб уже привыкли. Я читал, и в интернете читал, что намыв самое загрязненное место. Ну, смотришь, чтобы рот не открывал. И все. И, конечно, стараюсь, чтобы поменьше было в воде. Но без воды же целое лето это практически невозможно. Ну, как водичка? Хорошая, теплая. Не плавает ничего лишнего. Александр отдыхать на берегу любит, но заходить в воду не решается. Я проходил здесь, были такие бурны. Здесь брошена была труба, когда-то старая еще, лет 30 тому назад. И вот в районе этой трубы я видел бурны такие и вонь. Это канализация, то есть, ну, тут спутать уже нельзя никак. На прошлой неделе в Николаевских СМИ сообщили, что в районе этого пляжа зафиксировали превышение показателей кишечных палочек в 5000 раз. Это показатель, который говорит о коммунальном побудовом забруднении воды, житлово-господарскими источными водами. Это фактически фекальные скидки. Это та канализация, которая не очищена, потрапляет до акватории. Последние замеры обнадеживают. Индекс отклоняется от нормы только в 50 раз, но у людей своя версия происходящего. Михаил рассказывает, следы канализационных стоков появились с началом ремонтных работ на одном из городских коллекторов. Несколько раз в сутки, по мере наполнения их котлованной нечистотами, они их выкачивают на дороге. И в районе железнодорожного моста у центральной проходной ЧСЗ эти стоки попадают в линевую канализацию. Но поскольку часто я езжу и на берег на намыв, провожу там свое свободное время, заметил такую закономерность, что как только они производят эти сбросы, спустя полчаса, там 40 минут времени, начинается бурление этой аварийной трубы. После того, как о ситуации со стоками в реку начали активно писать журналисты, местные коммунальщики наконец-то обратили внимание на проблему. Марина Михайловская, Сергей Ермаков, телеканал Интер, подробности, Николаев. Ремонт, которого ждали несколько десятилетий. Что впервые за 40 лет починили в Черкасской области? Давайте узнаем. Это некогда полноводная, кристально чистая река сейчас больше напоминает сточенную канаву. Тясмин обмелел и заилился, а его вода местами превратилась в зеленую жижу. Эти жуткие изменения произошли с рекой за последние полтора-два десятка лет, вспоминает Светлана. Эти очистные сооружения построили еще в конце 60-х годов прошлого века и уже давно пришли в негодность, рассказывает директор предприятия. О капитальном ремонте очистных сооружений власти вспомнили только после выхода сюжета подробностей в 2015-м. Меньше чем за три года здесь провели полную реконструкцию. У нас проходят три этапа очистки. У нас очистка химична, биологична и химично-биологична. Пройдя сложный комплекс отстойников и обогащение кислородом, стоки подвергаются принудительной очистке. Эта уникальная фильтровальная станция способна очищать 80 кубометров воды в час. Ее разработчик уверяет, после фильтрации воду можно будет даже пить. Эти фильтры на мыльнице как раз сорбентное очищение. Они позволяют, ну, практически после биологии доводить воды, ну, майже до питной воды. Ну, скажем, до технической воды – это 100%. Реконструкция очистных систем обошлась почти в 13 миллионов гривен. Этот проект реализован за счет совместного финансирования области, района и государства, говорит Сергей Рудык. Он отлично посодействовал в выделении почти 5 миллионов. В минулому році мало бути зроблена очистка тясмана в межах міста Камянка, але через недолгие действия областного деякого руководства ці кошти просто згорели. И кошти, которые были выделены урядом еще в липні месяце минулого року, тендер закинчився 29 июня. В этом году эти кошти уже неможливо выделить, потому что уряд втихаря принял постанову, не изменяя формулу выделения коштей, где предположил, что государственные кошти на экопроекти могут идти только на объекты державной формы властности. В данном случае это коммунальная властность. Удастся ли выбить деньги на расчистку реки в этом году, Нардеп не уверен, но обещает приложить максимум усилий. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Барак Обама, возможно, откажется от политической пенсии и снова будет участвовать в кампании. Эти сообщения американской прессы заставили не на шутку занервничать команду Дональда Трампа. Действительно ли первый темнокожий президент может вернуться в Белый дом? Дмитрий Анопченко провел расследование. В своем новом офисе в Вестенде, куда Барак Обама перебрался после отставки, экс-президент уже который месяц проводит тайные консультации. Присутствуют только он и его собеседник. Даже ближайших помощников не допускают. Гости тоже особо не светятся. Стараются незаметно проскочить из машины и обратно. Полный список собеседников Обамы неизвестен никому. Встречи ведь проходят в глубокой тайне без лишних глаз. Однако известно, что за последние месяцы вот через эти двери прошли и сенаторы Элизабет Уоррен и Барни Сандерс. Помните, соперник Хиллари на прошлых президентских выборах. И вице-президент Байден, и бывший губернатор Массачусетса Патрик. Грубо говоря, все те, кого считают основными претендентами от демократов на участие в президентской гонке 2020-го. О содержании разговоров можно только догадываться. Все предполагали, мол, Обама просто примеряет роль наставника. Хочет понять расклад сил, кого партия может выставить против Дональда Трампа. И поддержать на выборах. Но на этой неделе в прессу просочились слухи. Дескать, бывший глава Белого дома и сам может вступить в игру. От миграционных ограничений до внешней политики Трамп не просто реализует свой курс. Он не скрывает, намерен перечеркнуть все то, чего достиг Обама. А если переизберется еще и на второй срок, многие решения изменят страну настолько, что назад не повернуть. Вот у противников и созрел план уже в 2020-м попытаться сменить власть. Но для этого нужен тяжеловес. И вот сейчас пресса выведала. Якобы первые лица Демпартии собрались, подумали и сказали, что никто, кроме Обамы, Трампа на ближайших выборах не победит. Нет у них достойных и сильных кандидатов. Приехали в этот офис, встретились и услышали от бывшего президента фразу. Ну что ж, давайте попробуем. Вопрос только в том, вернуться в каком качестве. Ведь по Конституции никто не может занимать президентскую должность больше, чем два срока. Эксперт, вхожий в Национальный комитет Демпартии, поделился со мной, мол, окончательного плана еще нет. Бывшего президента без сомнений задействуют в компании. Но один из вариантов, если соцопросы покажут, что ставленник демократов проигрывает Трампу, то выдвинут их в связки, где Обама как вице-президент. Кандидатом на пост главы государства при этом должен быть самый рейтинговый кандидат. И по разговорам, экс-президент видит таким своего друга Джо Байдена. Война с мигрантами заставила даже тех, кто не поддерживал демократов, сплотиться против Трампа. Людей, у которых не все чисто с документами, в стране миллионы. И они теперь опасаются депортации, а значит готовы голосовать за возвращение старой команды. Отмена бесплатных страховок мобилизирует бедных. Торговая война с Европой заставит бизнес скинуться демократам на выборы. Пол Америки скучают сейчас по временам Обамы. Но кто может гарантированно их вернуть, как не он сам? И поэтому, если бывший президент все-таки вступит в гонку, у демократов появляются очень хорошие шансы в 2020-м вернуться в Белый дом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Делегация Украинской Православной Церкви встретилась со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Обсуждали ситуацию, которая сложилась в Украине после раскола в начале 90-х. Какие предложения прозвучали, узнаем от Александра Васильченко. Церковь Георгия Победоносца – главный патриарший храм Вселенского Патриархата в Константинополе. Ежедневно сюда приходят тысячи паломников и туристов. Здесь находятся великие православные святыни. Можно помолиться и приложиться к мощам святых. Перед официальной встречей со святейшим Вселенским Патриархом делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом и митрополитом Бориспольским и Броворским Антонием, управляющим делами УПЦ, посетили Патриарший храм. Во встрече принял участие и народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский. Встреча представителей православных церквей состоялась в зале официальных встреч Вселенского Патриархата. Но сам диалог проходил за закрытыми дверями. Возглавил переговоры святейший Вселенский Патриарх Варфоломей I. Переговоры длились более шести часов. Священники говорили о ситуации, которая сложилась в Украинской Православной Церкви и о путях ее решения. Славянский Патриархат никогда не переставал и сейчас продолжает интересоваться вопросами разрешения церковной проблемы, существующей в Украине. Для установления мира в стране, а также для примирения всех групп, для сотрудничества на благо Украины. Мы убеждены, что все вместе можем сотрудничать, сделать общий вклад для решения этого вопроса во благо Украины. Важность встречи отметили и представители Украинской Православной Церкви. Митрополит Борис Польский и Броварской Антони подчеркнул, во время переговоров участники пришли к выводу, что необходимо искать лекарства для исцеления раскола Украинской Церкви. Важно, чтобы Вселенский Патриарх почувствовал достоверную, объективную информацию из уст представников каноничной Украинской Православной Церкви. Сам святейший Патриарх Варфоломей неодноразово говорил, и сегодня он подтвердил, что в Украине есть только одна каноничная церковь, которую осуществляет блаженнейший митрополит Онуфрии. Также на встрече говорили и о роли политиков в делах Церкви. Священники призвали представителей власти не политизировать сложившуюся ситуацию. Политикам не надо вмешиваться в дело Церкви, даже, может быть, с благими намерениями. Если политики не будут вмешиваться, церковный раскол будет очень хорошо преодолен при помощи церковных законов, церковных традиций. И мы сегодня во время этой встречи услышали о том, что то, что много говорилось за последнее время нашими властями, включая президента Украины и средствами массовой информации, не соответствуют действительности. Было сказано следующее. Было высказано несколько моментов. Ответственность Вселенского Патриархата за единство православия, его забота о всех православных церквях, в том числе и о нашей канонической церкви, и высказана поддержка исключительно нашей канонической церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. И было сказано, что урочевание раскола будет происходить исключительно на основе церковных законов и церковных традиций. И другого не будет. В свою очередь священники отметили, что Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви, поэтому не исключают, что в ближайшее время визит в Константинополь повторится. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности специально из Стамбула. 11-й ежегодный форум «Завтра Юэй» собрал студентов со всей Украины. 100 молодых людей в течение года будут получать стипендии, и еще шестеро отправятся учиться в США и Западную Европу. Все подробности расскажет Наталья Шумакова. Талантливые, умные и успешные. Шестеро счастливчиков вскоре уедут учиться за границу. Они выиграли гранты на обучение ведущих в мировых университетах. Александр близок мечте. Он поступил в престижный Корнельский университет США. Закончив вузы в Штатах и Европе, молодые люди должны вернуться в Украину. И минимум 5 лет проработать здесь. Таковы условия гранта по программе «Всемирные студии» от фонда Виктора Пенчука. То, что вы сегодня получили, это для вас очень важно. И я надеюсь, что это важно и для страны. Я вам желаю огромных-огромных успехов. Еще 100 студентов стали стипендятами программы «Завтра Юэй». Талантливую молодежь наградят не только деньгами. Ребята смогут реализовать собственные проекты в Украине. Валерии 22 года. Тема ее научной работы – управление финансовыми рисками. В целом, это моя третья спроба участия в программе. Первая была невдалой. Но, как говорят, поразки дают ценнейший опыт, чем победа. Сам конкурс состоит из трех этапов. Сначала нужно подать резюме, мотивационное письмо и рекомендации. Дальше сложнее. Второй этап – это научная работа и рецензия научного руководителя. И если студент преодолел все эти испытания, впереди собеседование. С победой юноши и девушек поздравили журналистка Юлия Мостовая и Владимир Кличко. А также известный историк, интеллектуал Нил Фергюсон. Вы дети революции и войны. Украина пострадала от них намного больше, чем другие страны. Но будущее гораздо важнее, чем прошлое. И вскоре перед вами откроются новые возможности. Не скокожуйтесь, не выживайте, живите, будьте разумными, не будьте хитрыми. Все, дружите, любите, мрите, доверяйте людям. Я уверена, что Украина – это земля наших детей. Она ваша. Сами стипендиаты говорят, хотят вернуться в страну, где на самом деле главенствует закон. И происходят реальные изменения. В Киеве открылась первая и пока единственная детская футбольная арена. Новый стадион имеет уникальное для Украины техническое оснащение. В чем его особенность, узнаем от Юлии Жешко. Звезды футбола, зрители и красная лента. Это открытие первого в Украине детского профессионального стадиона. В середине месяце я дал слово, что мы будем шукать возможности побудовать свой стадион. В середине месяце еще была такая идея на папере. С сечня, лютого мы начали строительство. Стадион построен по последним технологиям. Освещение, водоснабжение, трибуны и покрытие отвечают евростандартам. Вместе с господином Лавренко мы разбирали и создавали по новой этаполе. И оно, поверьте, самое лучшее на рынке. По покраске, плотности материала и длительности использования. У нас общее видение развития футбола. Покрытие нового поколения очень мягкое. Это позволит молодым футболистам избежать травм. После окончания официальной части началась игра. Сборная детской лиги ФК «Левый берег» против звезд украинского футбола. Я думаю, что сейчас «Левый берег» покажет. Подавите, оказалось, федерсникам, жена, капитал Траву Розенки. Победа все же досталась профессионалам. С минимальным преимуществом. 1-0. Очень приятно выйти на такое хорошее поле, на такой стадион. Поиграть с молодежью, с молодыми ребятами. Это наше будущее. И действительно сегодня радуется душа. Чувствуется, что человек, который живет в футболе, приложил максимум усилий. Затем на поле вышли взрослые. Во главе с президентом клуба. Зрителей на стадионе становилось все больше. И хотя стадион может принять 500 болельщиков, пришли не менее тысячи. В итоге, боевая ничья. 2-2. Сегодняшней игрой остались довольны все. Более тысячи зрителей, профессиональные футболисты и, самое главное, дети. Говорят, что даже погода благоволила сегодняшнему матчу. После матча президент клуба пообещал, стадион будут постоянно совершенствовать. Кроме подаренного детям праздника, спонсоры сэкономили деньги налогоплательщиков. И продемонстрировали украинским чиновникам, что футбольное поле можно построить значительно дешевле и закупить качественное искусственное покрытие европейского производства. Стоимостью около 10 евро за квадратный метр. Вместо приобретенного чиновниками искусственного покрытия производства завода ФФУ. Стоимостью от 16,5 евро. Ранее стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство касательно злоупотребления властью председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко и других служебных лиц. В ходе досудебного расследования должны были быть выяснены причины закупки за бюджетные средства искусственного покрытия для футбольных полей производства завода ФФУ. По завышенным ценам. Юлия Жешко и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Звезда Ювентуса будет тренировать футболистов столичного арсенала. Известный итальянский специалист Фабрицо Раванелли официально назначен главным тренером этой команды. Он тренировал юношескую команду, а в 2013 году возглавлял французский клуб. Президент киевского арсенала Иви Цепирич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в Ювентусе. И теперь они обещают, что легкой жизни у лидеров украинского футбола больше не будет. Я напомню, в прошлом сезоне Арсенал выиграл первую лигу и вернулся в элиту футбола. Я, слава Богу, дали много силы, чтобы привезли такого человека, который представляет в мире футбола. Мы хотим вместе сделать такую академию сильную, из которой будем отправлять, устраивать, можно так сказать, молодые футболисты за границей. Мне хочется привнести свои идеи, атакующий футбол, подобно тому, как я играл. Я предпочитаю тактическую схему 4-3-3, которая на поле стала судьбоносной для меня и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамье. Я пока мало знаком с командами, но украинский футбол очаровывает. Он силовой, в нем живет дух борьбы. О том, как Джастина Трюдо оштрафовали за очки, и о том, как пережить развод по рецепту Джонни Деппа, обо всем этом прямо сейчас. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо оштрафовали на 100 долларов за то, что не задекларировал подарок – две пары очков. Согласно законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех презентах, стоимость которых превышает 200 долларов. В окружении Трюдо оправдывается все из-за административной проволочки. Скандальная куртка первой леди США Мелании Трамп с надписью «Мне вообще-то плевать, а вам», в которой она отправилась навестить детей нелегальных мигрантов, спровоцировала новый флешмоб. Дизайнеры и художники начали выпуск курток с надписями «Никому не должно быть плевать! Мне реально не плевать, а вам разве нет?» В США скончался один из основателей группы «Пантера» – барабанщик Винни Пол. Причины смерти не называют. Группу «Пантера» основали «Школьные друзья» в 1981 году. За всю карьеру коллектив выпустил 9 альбомов. Продано более 40 копий пластинок. Пил водку и плакал. Так Джонни Депп переживал развод с Эмбер Хёрд. Актер признался, что боль от расставания была невыносимой. Ему даже пришлось обратиться к психологу. От глубокого падения Деппа спасла пишущая машинка. Свои переживания актер вылил в новых мемуарах. Маккартни взорвал интернет выступлением в караоке-шоу. За два дня видео с его участием в проекте Джеймса Кордена. Карпул караоке просмотрели почти 6 миллионов раз. Караоке такси колесило по улицам родного для Маккартни и Ливерпуля. Музыкант исполнил свои самые известные хиты. И вдобавок устроил выступление в одном из пабов. С Международной космической станции запустили спутник Remove Debris, предназначенный для очистки околоземной орбиты от мусора. По данным НАСА, там сейчас находится около 8 тысяч тонн космических отходов. Remove Debris будет использовать сеть и гарпун, а также два спутника-помощника. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok